Врезался в озбойник на встречной полосе Говорит, мои ключи, говорит, подбежал какой-то мужик, украл, говорит, и убежал А я говорю, в чем проблема, зачем он это сделал? Я, говорит, пьяный, я пьяный, потому что, говорит Вася, ну, я петь Давай, нахуй, мы за этого типа, который ехал пьяный, а в один день И решим этот весь вопрос Друзья, меня зовут Вадим Серов Мы занимаемся общественной деятельностью И оказываем квалифицированную юридическую помощь Распространите этот сюжет во всех своих социальных сетях И не забывайте писать комментарии под видео И если ты еще не подписался на наш канал, то сделай это прямо сейчас Здорово Брата, Серега А, ну вот этот человек знакомый Че случилось? Уже знакомый Знаешь, а ты откроешь А мы водители, я так понимаю Не, не, водитель у нас А, вот он, водитель, да? Че ты мне тыкать? Я не трогал, конечно Расплакивайся, Петр Иванович Дианны, выкнишь Давай, вот Вот, человек в машине Отойдем, просто поговорим О чем? Здесь пролим Поговорим или что? О чем решим? Ты что, боишься отойти? Я нет Ну давай, отойдем Мы здесь спокойно, можно нормально Здесь хорошо, светло Комфортно Там грязно, видишь? Здесь асфальт Ты что, блядь, дрочишь на охоте? Ну слушай, никто не дрочит Ты что-то хотел? Решить вопрос Никто не решит этот вопрос Какой именно? Ну, который ты хочешь решить Какой именно? Ну, я так понимаю Что-то здесь произошло Погоди Управлял пьяным, да? Ну не, я ехал пьяным Да ты тут включен тогда Ну вот именно Ну вот и все Ну, так А сотрудники уже все оформляют или что? Не знаю Пока еще что-то Документы? Да, документы в разле, да? Супрога сейчас, прийти Я понял Все, давай Манди Два, да Метр В сторону Ну давай На метр вот сюда Метр в сторону Так, слушай Вот, смотрите Вот так вот Лучше Вы, короче Я так понимаю Странспортного ОМОН Что? Вы, короче Странспортного ОМОН Рассказывай, что ты хотел? Я хотел, чтобы Давай, нахуй Мы за этого типа Который ехал пьяный Один день И решим этот весь вопрос Послушайте Это незаконно Ты слышишь вообще О чем ты говоришь? Это незаконно Первое Это невозможно Почему? Потому что Этого не будет Второе Сейчас будет Обновлять водителя Ты такой правильный, что ли? Я не понимаю В смысле Это такой правильный А ты скажи Ты вообще Почему мне такие вопросы задаешь? А что я не могу Залить такой вопрос Ты в данной ситуации вообще Кем являешься? За человеком Я ехал просто с ним на такси На такси? Да То есть он тебе никто? Или все-таки является кем-то? Никто А зачем ты тогда вообще На этом со мной общаешься? Ну просто Это вот Мой друг самый лучший Это его сосед По гаражам Нет Человек нарушил Человек должен быть наказан Все правильно Все правильно Абсолютно Вот у тебя Абсолютно Походи Он где-то Да отойдите Отойдите Значит мы пообщались Ты попросил отойти Мы пообщались Погоди нет Мы с тобой не общались Он взъебался Он взъебался Ты посмотри в каком состоянии он ехал Я согласен Он взъебался Пусть она за эти деньги нахуй поет Ну не поет дальше Допустим Ну слушай Никто денег здесь брать не будет Будет все оформлено Все как полагается Вот такая племянка запугал нахуй Я не понимаю Что вас Слушай Вам похую Ты слышишь или нет Слышь Сейчас будет Товарищ там не товарищ Данный водитель Будет оформлен Еще какие-то вопросы есть Однозначно Слышим Серов 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 Все верно Она твои права Нашла Не знаю Все Человек должен быть наказан По закону Все все Абсолютно правильно Вот Совершенно верно Меня? Вадим Это ты Серов? Да Все верно Так и есть Да Человек нарушен Нарушен Все Человек нарушен Ну гуляй Попал, чтоб ты мне нахуй трезвый А? Чтоб ты был трезвым? Чтоб я был трезвым А куда я? А я пьяным должен попасться или что? Нет Хотел бы, чтоб я был просто трезвым Вот тут твои камеры, которые висит Так И что было бы? Ничего бы не было Вот я про то и говорю Мило бы пообщались Совершенно так и будет Все правильно Человек должен быть У вас все молодые люди Да У нас все Поехали домой Поехали домой Вызывай там А у меня нет денег На Вызывай Не, не лови ты А мне просто лень Да, вызывай телефон Да мне лень, блядь, вызывай ты А я не знаю, блядь Нам сейчас Александр Как его зовут? Руки Я тебе не товарищ и не друг Чтобы мне так Послушай Убери руку, пожалуйста Я тебе не кладу руки никуда Не на плечи Вот если бы мы были бы хотя бы товарищами Я думаю, ты, наверное, мог бы мне положить руку на плечо Ну, да Да Но мы с тобой не товарищи И впервые друг друга видят Вызывай, да, пожалуйста Сейчас Да Просто как? Просто чтобы он нашлиться Никуда в сеть Да, понял Ну, минимум, это не бы делали Сам же сам человек убедит Ну, что я лежу Я просто просил Нет Ты сам в кадр идешь Как указать? Ну, в мой кадр Вот мой обзор Ну, в чем в обзор? Ты захотел пообщаться Тебе сейчас бы проще, как? Ну, ты понимаешь, здесь ничего, вопрос никак не решишь Ну, просто взять как бы расслабиться Ну, мы попытались, но решили все Да и никто не решил бы вопрос, понимаешь? Согласен Мы никто не пригодим Рука Я, знаешь, что? Не буду тебя трогать Вообще Камеры-то снимают Это вообще похуй Нет, это пизда В каком-то мере Я с тобой вообще полностью согласен Вообще прям полностью Если едет пьяный за рулем Ты снимаешь видео Например, там С кафе Для бери Кафе называется Да, у нас кафе На девятом километре Опер Ты решил прав Снимал Я принц Не, не принц сейчас вру Рица, рица Рица Хуя, алло, алло Туда-сюда Нахуй Раз Хуя Ну, нормально Ролики на же смотришь Смотрю Я сам там был Я же сам там был Понятно Ты раньше служил, я так понимаю Раньше, да А че же шел А, пизду Хуль Что там, блять 30 Знаешь, что самое интересное Вот что не пьяный Так бывший сотрудник Либо действующий Вот как так Нет, да я не про это А вообще Вот у нас в последнее время Мы ловим Реально То бывший То действующий То бывший То бывший То бывший Бывший Что там, блять Ну, бывший Хусь Действующий Так это профессиональная Деформация Привыкли просто так бухать Да в смысле, как за рулем Ты, блять, получаешь Нахуй 20 Ну 30 Пусть 30 тысяч Какая деформация Профессиональная Потому что Да ладно Я думаю Ты, когда Это все дело Осмыслишь Уже по-трезвому Поймешь меня Да нет К вам-то Какие вопросы А что Мы не въебались Пьяные Так что Да, слава богу Вот это Самое главное Просто просьба Не попали Ну вот Лично Твое Твоего лица Как здравое Действует Такое Знаешь, как это Не действую Да не волнуйся Я тебя вырежу Вот тебя конкретно Там не будет А я буду Не сдавлю Ты будешь Почему Ну потому что Ты вопросы Хотел порешать Понимаешь Я категорически Против этих всех моментов Чек-то сразу сказал Не нужно Зачем То есть Вот товарищ Молодец Вот это вот Да Он реально Ну Товарищи Да Мы друзья Друзья Тем более Вот есть Я его Ко мне как подходил Зачем Вот эти вопросы Зачем Понес Наказание Слава богу Кто я был Я тебя Сморвлялся Ты мне рассказывал Тут какой-то Охуевший Как тебе А то есть Тут еще были Какие-то разборки Да Неправда Неправда Да он не может Я ему больше верю Чем вам Я их хватит вам Я у них Кто Вас оскорбляли Я вас оскорбил Тоже на высуну Здесь уже развивается Совсем на боиному Я тебя оскорбил Как-то Назвал оскорбительную Скажи Вот опять А что нет Ты смотри Если ты честный человек Если ты честный человек Ты не будешь обманывать Я тебя оскорбил У тебя есть совесть и мужество Ты признаешься в этом Ты как Как ты мне вообще Мой адрес выражался Я сказал Снимите маску Сними маску Я сказал Сними маску Какими фразами Мой адрес ты это сопровождал Почему он должен снять Я сейчас тоже одену маску Буду в маске Мне тоже попросите снять маску Это была клава Начнем с того Что это была клава Сказать личность Я не скрываю свою личность Мы не скрываем Нам так комфортно Разные ситуации бывают И знаешь Как вести себя нужно В рамках разумного И не оскорблять людей Потому что Сам понимаешь Человек в маске Может натворить делов А потом его не найдут Я согласен Именно поэтому Подход к человеку в маске Своё лицо не скрывают Пару человеку в маске Нужно максимально быть Вы же сами говорите Человек в маске Может натворить делов Он её не снимает Конечно Так он натворить делов Может каких Когда человек оскорбляет Нападает Понимаешь Никто никого не напал Ни на кого не ссорит Ты же вот допустим Ты там Вот допустим Там всё мы смелые Там всё это Но ты же не понимаешь Допустим Человек может чем-то заниматься Правильно Можно же Как-то что-то случится Такое Что непоправимые вещи Для обеих сторон Произойдут Правильно Может такое Зачем обострять Вот ты приехал Я так понимаю Был конфликт Нет Ты начинаешь Как бы там Заступаться Они подъехали Я так понял Да Самые Подъехали Они начали Материться Один он начал Серёв Рассказывать Какой он В структуре работает Что они всё Порешают Этот потом начал А он работает Или работал Не он работает А он работает Да То есть он действующий Да Да Так так А действующий сотрудник Я? Да Бывший Бывший? Да А где служил? Какая разница? Ну интересно Нету Может отвечать По охране Понятно Поэтому мы же Мы не конфликтуем Мы нормально Приехали Не оскорбляем Никого Не наезжаем Всё спокойно Мы ребята Мирные на самом деле Я согласен Абсолютно С вашей структурой С вашим движением Не вопрос Я просто подъехал Подошёл Говорит Что случилось авария Или что? Это товарищ Тот мой сосед По гаражу Я говорю Что случилось? Авария Кого-то сбили Или разбили кому-то машину Вот эта машина Стояла на встречной полосе Угу Вот он меня там ударил Показал там Из многочисленных Повреждений на бампере Вот он въехал в меня А ДТП произошло С автомобилем С каким-то, да? С отбойником А, с отбойником Произошло А товарищ сказал Что он ударил Там вот меня Ну потому что Кто-то там Что-то начал Возникать сильно Камеру взял Такую Да Давай Смотри Смотри Он такой был Белый-пушистый Сейчас Хоп Начал фотографировать Наверное У сотрудников Лучше уточнить Вот сотрудникам Лучше подойти И уточнить Вы же остановили У сотрудников У сотрудников Все информацию Можете получить Мы гражданские лица Мы информацию Никакую не даем Вот здесь по желанию Лучше у сотрудников А вы так волонтеры Что ли? Да как угодно Называйте К сотрудникам Лучше обратиться По этому поводу Продолжаем Угу Почему мы остановились Потому что факта ДТП здесь не было А где на меня фотографируешь Автомобили Зачем они? Да Личная коллекция Вызывай такси Нет Вызывай такси Факта ДТП здесь не было Вызывай такси Вызывай такси Вызывай Управление Состояние алкогольного Присутствует Я не зафиксирую Ты сейчас сотрудники зафиксируешь Сотрудники Это их право Вы согласны Правильно? Вызывай такси Я двигался по улице метрового Направляясь на улицу Волгоградскую Угу На перекрестке Водительный автомобиль Вольцваген Врезался в отбойник На встречной полосе Отбойник Поземного пешеходного перехода Я повернул дальше Поехал Останавливаюсь здесь На светофоре На данной Волгоградской 27 Он резко остановился Сзади меня Я вышел из автомобиля Подошел к нему У него сильный запах Алкоголя Из салона Я забрал ключи Вызывался Одного руководителя в полицию Красавчик Так держит Берите пример Уважаемые наши зрители Я двигался Тоже В сторону Воев Улицы Димитрова Увидел То что Автомобиль стоит Без включенных фар Без света Просто Зеленый горит И машина Никуда не двигается То есть посреди дороги Да Посреди дороги Я прям за ним встал Думаю Сейчас загорится Верно и поеду Он не поехал Потом разворачиваюсь Никого не вижу Пока развернулся Там Остановился Вижу уже Мужик Лазит По машине Я не подхожу Поинтересоваться В чем проблема Ну вижу Он уже на ногах Он стоит Говорит Мои ключи Подбежал Какой-то мужик Украл И убежал А я говорю В чем проблема Зачем он это сделал Я пьяный Я пьяный Потому что Тимуровец какой-то Молодец Четко сделал Ну все Дальше Откуда он взял Четко Хуй его знает Да бля Да бля Залателем Как уявля Не понравился А ты че как Заклинил Пиздец Четко Четко Чё сделать Четко Ну в общем вы вызвали сотрудников я так понимаю Подъезжала группа поддержки Мне просто пришлось уехать, я вез пассажира, я отвез пассажира, вернулся обратно. Антон пока здесь оставался из сотрудника. Я уже здесь был, да. Я понял. А сюда подъехали вот двое вот этих вот парней, да? Да, да, мы уже здесь были. Ну и как вот общение состоялось, какое? Общение нагло, дерзкое, некрасиво. Хамили, так скажем, держали, да? Хотели поговорить, порешать вопрос, какие деньги, что нам нужно. Ой, как хорошо, Петр Иванович, мы уже по колено, глядь. Бывает, бывает. Ну, он немножко не ходит. Да немножко не в духе, как бы на себе. Дух в нем. Ну и в общем, вот эти двое ребят, получается, они сразу наезжали? Начали сначала говорить, один из них вот в темном, который он спокойно, да, давай поговорим, давай кричаем. Вот этот матом каким только можно, говорит, что и есть, что и есть. Это который сейчас типа спокойный? Да, типа спокойный. На камеру могу. Боже, дуванчик. Как тебя звать-то? Вася. Ну, меня опять. Что приятно? Это место спокойствия. Я как бы не с целью попасть там в соцсети. Я просто как остановился, что факта ДТП не было. А зачем он должен быть? Управление есть факт, что человек в состоянии обвинения. Я, честно, я не видел. С признаками. Не, ну вот два человека видели, как он управлял. Точнее, вот один человек точно. Я остановился, я видел, что вот человек остановился. Я пьяный, он там, не пьяный. Я не имею права это знать. А никто не говорит, что пьяный. Сказали, что запах алкоголя. А то, что он пьяный, не пьяный, это сотрудник полиции остановился. Просто, с самого факта, что ваша машина развернулась, проехала. Нет, что вот ваша машина, вы же согласны, что вы стояли тут, потом развернулись, стояли там, потом стояли здесь. Да, я согласен. Я чисто за правду, и все. И ничего более. Я встал на красный свет. Этот автомобиль подъехал резко затормозив, остановился сзади меня. Перед этим он врезался на перекрестке Волгоградской-Диметрово. Я вот этого не видел. На встречной полосе движения. Я вышел из машины, он в нетрезвом состоянии, запах алкоголя, неадекватный. Забрал ключи, отвез пассажира и вернулся назад. Ну вот этого я уже не видел, и сказать ничего по этому факту не могу. Ну вот, у нас есть свидетель всех этих происшествий. Больше нечего вам добавить? Больше нечего. Спасибо за комментарий официальный. Смотрите, вот водитель. Ещенко Петр Иванович, 13-й минуты, 69-го года рождения. Управлял автомобилем Volkswagen Passat. В основном ролика 208-й минуты, в середине 30-й минуты, в вашем присутствии, в вашем присутствии, в данном водителе будет предложено пройти освидетельствование с тайной округлой опинимой. Согласен пройти освидетельствование с тайной округлой опинимой? Петр Иванович, скажите, пожалуйста. Да. Согласен, пройти. В вашем присутствии разъясняем в статье 51-й Конституции Российской Федерации, что он может не давать показания про себя, своих близких родственников. Также 25.1 КОАП пользуются юридической помощью, знакомятся со всеми материалами дела, давать объяснения, заявлять отводы. Все вам понятно? Другочка одноразовая. Сейчас набираете воздух, воздух набираете, и дуйте продолжительно. Так, проверка воздуха, алкоголь не обнаруживает. И начинайте дуть, пока я не скажу, пока не закончится сигнал. Понятно? Снимаем. Все, достаточно. Идет анализ. Один, 306. То бишь, опьянение установлено. Согласен с результатами? Смятер. Смятер готов. Хо-хо. С результатами согласен? Да. Согласен. Подмистративный материал, расписываться будете? Не будет. Должны. Не будут. Тогда будет отказ. Стоит. Сами считай, да, дайте. Сейчас, не могу. Нет, если вы согласны с материалом, то вы должны расписаться в протоколе. Я не буду расписать ни в чем. Друзья, всем большое спасибо за просмотр. Я очень надеюсь на вашу поддержку, ведь вместе мы сила. Распространяйте этот сюжет и не забывайте ставить палец вверх. Комментируйте. Всем до новых встреч. Ждите новых выпусков. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин